Добрый день! Добрый день! Пятое место. И второе в мире место по наличию ресурсов пресной воды. Мы видим, что правительством Российской Федерации многое для этого уже делается. Несколько лет работает программа развития мелиорации сельскохозяйственных земель вполне успешно, в том числе в нашем регионе. Но при этом использование орошения при существующих технологиях несет в себе риск потери почвенного плодородия и дегумификации. Основной причиной, конечно же, является то, что практически прекратился внос при внесении органических удобрений в почву. И здесь изменяются как агрофизические, так и агрохимические свойства почвы. Одновременно с этим мы наблюдаем, что в советское время наукой, в том числе нашим институтом, были разработаны сберегающие почвенное плодородие севообороты, наборы культур сельскохозяйственных, которые были достаточно сильно насыщены многолетними травами. К сожалению, мы сейчас, к сожалению, это факт, мы наблюдаем, что структура посевных площадей меняется в сторону рыночно-востребованных сельскохозяйственных культур, и здесь происходит разрыв. Те культуры, которые востребованы на рынке, они не улучшают почвенное плодородие. Поэтому, ну, как говорится, нет худа без добра. Мы наблюдаем сейчас также, что вегетационный период утлиняется, и судя по тому, что климат меняется в сторону потепления, такая тенденция сохранится. Мы предлагаем, были проведены исследования, и мы предлагаем для дискуссии и для использования потом в практике, за счет того, что увеличивается длина вегетационного периода, использовать седеральные культуры в качестве пожневных, либо ранних посевов. И такие исследования у нас проводились. Правда, это было в Ростовской области на черноземах, на южных черноземных почвах. Вот. И результаты как раз говорят о том, что, в частности, в звене селоборота, где возделывалась озимая пшеница, пожневная горчица сарепская, и на следующий год горчица сарепская и летние посадки картофеля. Третьим полем звене селоборота был лук. Здесь мы наблюдали положительную динамику по гумусу, по содержанию калия, фосфора, азота. И этот опыт лишний раз подтверждает, конечно же, мы должны здесь и свою культуру рассматривать, но этот опыт лишний раз подтверждает, что правильным подбором культур сельскохозяйственных и селоборотом, возможно, как минимум, сохранение почвенного плодородия, даже в условиях ороша. При этом, конечно же, мы будем наблюдать и рост производства плодородия. Большое спасибо. Собственно, в этом все мое сообщение. Если будут вопросы... Да. У кого есть вопросы, Алексей Андреевич? Алексей Андреевич, вот как Вы считаете, потенциал расширения орошаемого поля в Ларакской области, где он должен остановиться, до какой цифры надо дойти? Ну, если глобально и коротко, потому что, конечно же, орошение – это не только земля и вода, это и люди, это и особенности рельефа, но, наверное, ограничения в Волгоградской области только по земельным ресурсам. Мы предполагаем, что ограничением при определении общей площади орошаемых земель в Волгоградской области где-то будут земельные ресурсы, учитывая, что Волга имеет положительный баланс по водности, то в советское время было разработано проектов, проектно-сметной документации на 2 миллиона гектаров для Волгоградской области. Если это перевести даже при существующей продуктивности, скажем там, 10 тонн, условно говоря, зерновых с гектара, а такие северообороты разработаны до 13 тысяч кормовых единиц, то это вот 20 миллионов, 20 миллионов, да, я не ошибаюсь, тонн зерна. То есть это даже и Краснодарский край будет отдыхать, и Ростовская область, и Новая Белорусская область. И это только орошение. Тем более на Дону и на Кубани ограничения по водным ресурсам есть в отличие. Очень серьезные ограничения. Есть данные о том, что проведены экспедиции буквально в прошлом году по ледникам Северного Кавказа, и в Кубани ожидается острый дефицит воды. При этом сейчас он уже испытывается, когда только рисовые системы расходуют воду в Краснодарском крае. Но мы же знаем о том, что построен в высокой степени готовности большой Ставропольский канал, который должен запитываться с Усть-Джипутинского гидроузла. А он ведь еще даже на половину мощности не выше поиспользуем. Поэтому Кубань, однозначные проблемы с водой. С Доном тоже мы видим большую проблему. Но и здесь уже угроза и навигации даже идет. И уже и в Ростовской области, и в Волгоградской области, да и губернаторы наши с Ростовским встречались. Ограничение по подачи воды для орошения. И ограничение по подачи воды. Но здесь этим только мы не решим вопрос. Здесь нужно повышать водность Дона. И в том числе искусственным путем перебросом части стока Волги. Это вопрос времени, мне кажется. Есть вопросы к Алексею Андреевичу? Нет? Алексей Андреевич, спасибо за интересное сообщение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!